Всем привет, это Бостон. Скоро выходит патч на основной сервер, а вместе с ним мы увидим переделанную Кими. Давай разбираться, что поменялось в этом герое. Прежде всего ей изменили автоатаку. Теперь она магического типа, а не физического. Наносит меньше урона и визуально немного поменялось. С одной стороны это конечно хорошо, теперь на автоатаку будет распространяться магическое пробитие. Но от этого она все равно не станет сильнее, чем сейчас на основе. Зато на автоатаку теперь работает магический вампиризм и шипованная броня нам больше не страшна, потому что отхиливаться мы будем сильнее, чем получать урон от шипованной брони. Для старой Кими шипованная броня была целой проблемой. С другой стороны первый скилл теперь наносит ощутимо больше урона, чем автоатака и теперь всегда выгоднее использовать его, даже если мы собираемся через предметы на физический урон. Я провел тест урона старой и новой Кими. Чисто с первого скилла ревортнутая Кими нанесла больше урона. Но как только подключилась автоатака, урон сравнялся. На седьмом уровне на реворке урон будет чуть выше. А с полной сборочкой на пятнадцатом урон выше у оригинала. Кстати, энергии оригинал затратил также меньше. Оригинальная Кими наносит чуть больше урона в начале игры за счет более сильной автоатаки. Чуть меньше в середине игры, а в лейте опять же чуть больше урона наносит непереработанная Кими. Но в компенсацию урона переработанная Кими получила неплохой лайфстил с предметов и более комфортную стрельбу. Новая Кими сильнее отхиливается. Конечно, против бурст урона отхил особо не поможет. Но вот в середине игры с магическим лайфстилом играть будет очень комфортно. А от Жезла Снежной Королевы мы будем получать еще больше пользы. Хотя с автоатак его пассивка все еще не будет активироваться. Она работает только при использовании скиллов. Также из изменений Кими научилась наносить критический урон с первого скилла. А это значит, что теперь ей можно собирать ярость берсерка. А вот насчет багрового призрака я не совсем уверен. Его можно покупать, а можно и заменить, например, на концентрированную энергию или клинок отчаяния. С багровым призраком у нас увеличится скорость атаки. Но согласно пассивке Кими, скорость атаки преобразуется в скорость передвижения. Вот только не 100%, а только 50% скорости атаки преобразуется в скорость передвижения. Так что предметы со скорости атаки покупать весьма сомнительно. По крайней мере пока только 50% скорости атаки будут преобразовываться в скорость передвижения. По сборке предметов для Кими нам нужно придерживаться нескольких правил. Во-первых, нам будут подходить как магические предметы, так и физические. Но предметы с физическим уроном в большинстве случаев будут прибавлять нам больше урона. На предметах с физической атакой нам следует избегать таких характеристик, как физическое пробитие, физический вампиризм и скорость атаки. Поэтому большинство предметов из вкладки атака отпадают. Остаются только Ярость Берсерка, Золотой Метеор, хотя на нем есть немного физического вампиризма и Клинок Отчаяния. Багровый Призрак в принципе тоже подойдет, но он добавляет очень много скорости атаки. А она нам особо и не нужна. Самыми эффективными на мой взгляд предметами будут Ярость Берсерка и Клинок Отчаяния. Эти два предмета обеспечат нам наивысший ДПС. Из магических же предметов. Стоит обратить внимание не на предметы с максимальной магической силой, а на предметы с интересными свойствами и магическим вампиризмом. То есть нам подойдут ожерелье заточения, зимний жезл, божественный меч, концентрированная энергия, жезл снежной королевы и пылающий жезл, а также палочка гения. Из этих предметов я выделил палочку гения, жезл снежной королевы и концентрированную энергию. Остальные предметы можно собирать по ситуации. В итоге я бы остановился вот на такой сборке. А по эмблемам практически без вариантов. Эмблема мага с первым перуком. И наконец самый главный вопрос. Стало ли Кими сильней? С точки зрения урона определенно нет. Урон у Кими снизился, но с первого скилла стало комфортнее стрелять. За счет того, что немного расширился радиус и мы визуально видим направление стрельбы. Также на первом скилле выросла скорость выстрелов, но и энергия теперь уходит быстрее. А с точки зрения выживаемости и похищения жизни Кими определенно улучшили. То есть урон стал меньше, стрельба комфортней и выживаемость лучше. Как-то так. С моей точки зрения, все-таки урон важнее. Но возможно кому-то новой Кими понравится больше. Посмотрим после релиза на основу. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok